Пенсионерка Зоя Лаптухова уже 40 лет живет в доме на Архангельской, 21. С проблемой потопа женщина знакома не понаслышке. С потолка капает осенью, зимой и весной. Вот и сейчас из-за сильного ливня по стенам и проводке побежали ручьи, а в подъезде стучит копель. Дождевая вода залила все пять этажей. Текло прямо до полу с этого места. Сегодня, сейчас не течет. Но, видите, все склеивается уже. В ту комнату протекло, во вторую. И вообще, мы не знаем, что делать. Пока было еще сухо, в сентябре же были такие дни погожие, что можно было сделать ремонт. Ничего никто не сделал. Так вот дождались больших дождей. В доме должны были провести капитальный ремонт кровли. Прошло собрание жильцов. Дому даже выделили средства. Однако рабочие на крыше так и не появились. Подстроиться под погодные условия не удалось. У нас документы все собраны, документы все сданы. Поступила информация, что деньги были выделены. Шесть с лишним миллионов. Но деньги непонятно куда пропали. И так ничего и не делается. До сих пор это было все весной. А сейчас вот уже осенью. И в сентябре ничего делать не будем, потому что все, дожди получились. А в доме номер 17-Б по той же улице долгожданные капремонты все-таки начались. В подъездах появились пластиковые материалы для замены водопроводных и канализационных стояков. Вот только жильцы в ходу работ совсем не рады, потому что исчезла холодная и горячая вода почти на два дня. Кратковременное отключение воды написано. Но если вот вы понимаете, с 8 часов утра вчерашнего дня и до сих пор у меня в доме нет воды, это не кратковременное отключение воды. Предоставьте мне воду. У меня нет ни в чайнике воды. А вчера вообще, я говорю, просто пришли и сказали не пользоваться канализацией. А куда ходить-то целый день? Не устраивает жильцов и то, что новая коммуникация прокладывается вечером. Строительный шум в 10 вечера даже вынудил череповчан вызвать полицию. Рабочие объясняют, не укладываются в график, торопятся. Всего в Череповце капремонты должны пройти в 116 домах. В этом году старт работ задержали почти на два месяца. По мнению представителей регионального фонда капремонтов, задержки, помимо долгих сборов необходимых документов и проектов, виноваты сами жильцы, которые не могли определиться с характером необходимых ремонтов. За некоторых пришлось решать муниципалитету. Однако доставлять серьезное неудобство горожанам недопустимо, считает фонди капремонтов. Если при выполнении работы возникают вопросы к подрядной организации, это именно недостаточно организованная работа или вызвана некачественным ремонтом, то на каждом подъезде у нас есть информационные материалы, где указывается ответственный представитель от фонда с контактными телефонами. Поэтому прошу обязательно сообщать нам о данных случаях для исправления ситуации. А тем, кому капитальные ремонты еще не пришли, придется потерпеть. И спросить за состояние своего имущества, крыш, сетей и подъездов можно с управляющих компаний, содержащих дома. Анастасия Хаткова, Анатолий Холин. Новости.